всем привет будушин с вами в проекте голубым по европам 2 сейчас мы хотим поделиться своими эмоциями впечатлениями и всякими нюансами по дороге из польши в румынию самый тяжелый вроде бы что такого сложного но дело в том что когда мы посмотрели этот маршрут по которому должны ехать то есть минуя две страны словакию и венгрию то вроде бы изначально показывала 650 километров ну ничего но при более внимательном рассмотрении данного маршрута легким движением руки так сказать превратились почти в тысячу объясняю как это произошло а произошло следующим образом дело в том что когда выбирали маршрут то использовали google карты но и не нутриентированные на дороге а не знаю наверное на вертолет ориентированы что там расстояние меряются просто между пунктами ну практически напрямую и поэтому получается такая вот штука но когда выставили по навигатору чтобы уже ехать да то вашу положен был по дорогам непосредственно и по дорогам оказалось в полтора раза дальше один вообще предложил нам навигатор дорогу в 1300 километров и вперед забегаю наверное этот путь бы у нас оказался бы самым коротким по времени то есть самым малозатратным и по нервам и по времени и по легкости пути потому что маршрут был выбран по самым крупным сам трассам по магистралям где можно ехать с большой скоростью ну я почему-то неправильно поступил за послушался навигатор который выбрал 900 километров вроде поменьше расстояния думаю ну ладно нормально чем по горным видом будет горные виды посмотрим еще поедем будет вообще хорошо в итоге все вылилось маленькую катастрофу мало того что у нас очень надолго затянулась поездка я за рулем провел 20 часов пассажиры 20 часов в страшных позах потому что долго в этих и тех же позах сидеть это страшно и тяжело вот так еще и мы заехали в горы на дороге которые с ремонтируются и это ночью ничего у света нету не подсвечивается ехали со скоростью местами там 20 километров в час выки 30 не видно ничего кругом обрывы остановиться в туалет даже сам страшно выйти темно и сам свалиться можно куда-нибудь и так и думаю сейчас либо будет о ползень какой-нибудь либо вампиры выскочат потому что это уже болга румыния румыния была трансильвания на то еще конечно хотела хотя тогда сильно напрягаешься долго то как из основного разума рождает но чудовище уже начинаешь по этому поводу напрягаться вот самый генеральный совет я пока свой монолог закончу потом наташа продолжу то что при выборе дорог лучше все-таки руководствоваться рекомендациями но это я так считаю мое мнение выбирать просто лучшие дороги в конце концов в любом случае можно остановиться на трассе там где-то машины ездят есть инфраструктура какая-то легче найти станции самозаправочные хотя скажу горах полос по станции заправочных причем очень даже прилично мы были удивлены дорога не очень а бензоколонки нормальные со всей кстати инфраструктурой то есть но потратить проще вот поэтому выбираете маршруты по навигатору выставляя режима автодорог и путешествие на машине если вам даже покажет расстояние больше лучше выбирайте это потому что доберетесь по-любому это быстрее даже если бы мы ехали 1300 километров ехали бы за скоростью 100 километров в час мы за 13 часов доехали а так мы проехали 900 километров мы потратили 20 часов и по таким зигзагам просто капец даже вот сейчас мы едем у нас пусть уже полгарет но по навигатору видно что прежде чем добраться до трассы на кстати выбрали тоже длинную длинный маршрут для того чтобы это добраться до трассы все равно по горам нам приходится и даже вот сейчас пока это запись этого ролика вот запись этого ролика до видно что мы тут петляем и видно что ограничение по скорости 50 километров в час но и даже 50 не поедешь потому что просто одни зигзаги одни повороты и пакет серпантин горный да что еще хотела бы сказать что немножечко столкнулись какой ситуации по сравнению с прошлым нашим путешествием в прошлом году когда мы въезжали в какую-либо страну то сразу везде висели предупреждающие знаки виньеты покупаете виньету для проезда через страну определенную на всех колонках бензоколонках бензоправках тоже были объявления расценки и прочее в этот раз заехав в саловакию пустота ничего и мы немножечко конечно напряглись в том плане что знаем что там необходимо приобретение виньерки кто не значит такое специальная налог за проезд по дорогам да есть во всех странах за исключением пока на данный момент больше белоруссии для россиян но приобретать надо и поэтому заехав в саловакию вот мы немножечко так напряглись оказывается сейчас действуют электронные виньетки ничего не нужно привешивать на любой заправке вы просите оплатить вам с вас берут денежку но не совсем так получилось вот не на любой на одну мы заехали заправку говорим где дайте а нам не дали ни одной ночи вообще это вам не надо платить если вы здесь это просто языковой барьер он просто посчитал раз мы едем здесь то здесь как кабинада надо там где по дорогам по большим выезжаем выехали на большую трассу а там купить негде и только на одной из заправок уже чуть ли не на выезде из страны наверно мы приобрели вот теперь едем и думаем я потом расскажу мы ее купили вовремя что называется или не вовремя сработает она у нас или нам насчитали за проездами по стране за километраж целая тема в общем короче тем кто через словакию едет надо вот озаботиться тем чтобы приобрести ее прямо на въезде где-то то есть надо трясти народ вот так вот говорит где я могу купить если здесь не могу то где могу вот но и а венгрии то его проще пересекли за границу киоск стоит даже даже вывеска на русском тех помощи венгрии прямо русском языке и рядом от ларьи и написано виньетка там было проще но в этом году мы ничего не наклеивали декорчи на все стекло чистое действительно электронные либо их приобретать кстати можно оказывается через интернет и и находясь дома но пока мы еще не совсем разобрались в этом но теперь уже знаем что можно это делать вот красивые виды фигуры конечно интересно по горам но долго ну и хорошо когда днем потом уже ехали ночью но хотя сам словакии хорошие горы красивые татры вообще красавинные вы ехали там любовались то приятно вот уже по румынии конечно ехали поздно ночью поэтому не увидите красоту гор поэтому поэтому сейчас посмотрим ну ладно продолжим позже да да все надеемся наше видео было полезно для вас всего хорошего пока и 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 sharing